здравствуйте дорогие зрители моего канала сегодня попытаюсь вам показать видео по тому как вязала данную шапочку или беретку ну вот смотрю при таком свете цвет конечно совсем нет не тот передается в камере но к сожалению днем не успеваешь снять мастер-класс вечером уже освещение не тонну я попытаюсь донести ту информацию поэтому беретику и в таком в доступ более доступном плане но единственное что вязала я ее вот именно не по бумажкам а из головы и поэтому импровизировала и удастся ли мне именно вас про есть воспроизвести эту импровизацию которая была у меня в прошлом году но я постараюсь думаю у нас получится с вами и мне донести и вам понять если что-то будет не совсем понятно пожалуйста пишите под видео задавайте вопросы я обязательно всегда читаю жду ваших вопросов если есть какие-то недопонимания и объясняю по ходу того что мы хотим получить в своей работе какую пряжу используете вы и какую пряжу использую я все это абсолютно разные приходится варьировать уже в зависимости от того какой пряжи вяжешь какой крючок взял какая плотность вязание у каждого из нас такая шапка была потому что вы просили а что получилось получилось вот такая шапочка вязала я ее для своей дочки зимнюю шапочку то у меня больше из хлопка связано а это вот такая шапка очень теплая вот смотрите она даже не просвечивает теплая шапочка я думаю что мы будем в ней ходить зимой и даже нам будет теплей чем я думаю обвязала ее по краю рачьим шагом но в видео не стала показывать как обвязываю обвязывала серой пряжей в два сложения и крючком номер четыре вся шапочка связана крючком номер три обвязку я сделала чуточку по пышнее чтобы было ну если вы желаете связать подобную вещь для себя то прошу смотреть видео дальше и я покажу как вязала данную шапку я конечно снизу обязательно еще скину дам ссылочку на видео по вот этому берете ком так как я уже объясняла но что-то как-то я видимо поздно решила там донести до вас объяснить как вязала там получается не видно начало то есть не то что не видно я его просто не сняла и поэтому эта шапочка была связана из пряжи лизы cotton gold здесь получается в 100 граммах 330 метров вязала крючком там можно посмотреть в видео я к сожалению не стала смотреть что там и как было я буду использовать сейчас пряжу детская новинка от пехорки и здесь у меня в 50 граммах 200 метров то есть в 100 граммах это 400 метров но он у меня получится это пряжа чуточку потоньше ну использовать будут тоже вот сильно яркий он здесь показывает он немного посветлей чем здесь а тут наоборот ярче насколько меняются цвета при этом свете я беру крючок номер 3 ну хотя по ходу обычно по ходу вязания я начинаю потом уже смотрю либо взять крючок потолще либо оставить сейчас я начну и посмотрю пойдет ли данный крючок ну в принципе думаю пойдет чем-то потолщине и так крючок номер три в моем случае крючок кловер а если обычный ключ обычные крючки использовать они получаются чуть чуть побольше размера но где-то три с половиной потому что у крючков кловеров идет вот это вот головка крючка чуть потоньше по более аккуратная и вот сам крючок он не торчит так вот как бы более плавно вязать им итак мы начинаем вязать цепочку из воздушных петель равную объему головы я набрала цепочку равную объему головы моей дочки то есть вот связала цепочку вокруг головы примерила и такого формата у меня будет начало берета такого размера сейчас смотрим чтобы у нас цепочка не переплелась ровненько ровненько и вступаем в первую петлю цепочки это нужно для того чтобы замкнуть наше вязание в круг то есть вот мы продели у нас получилось две петли на крючке захватываем рабочую нить и соединяем вот вот эту потом кончик мы спрячем вязание в петельки у нас не будет видно ее сейчас чтобы было незаметно не заметен переход на следующий уровень мы для подъема вяжем воздушные петельки при переходе на следующий ряд сейчас делаем накид отступаем одну петельку на вот на нашей цепочке наборной и через одно вступаем вяжем столбик с накидом сейчас снова накид и вяжем вот вот сюда получается ну не знаю вот ну вот хоть вот в эту петельку хоть в эту можно найти свежим вот сюда сейчас вяжем пышный столбик захватываем вновь еще протягиваем и еще раз накид и снова вступаем в полотно вот у нас получился пышный столбик мы захватываем все петли на крючке провязываем и закрепляем вот из таких столбиков у нас будет связан наш беретик или шапочка смотря как мы будем его вязать сейчас вот у нас столбик был предыдущий сейчас мы делаем накид отступаем опять же вот воздушную петельку и в следующую воздушную петельку вяжем столбик с накидом сейчас накид сейчас нам нужно связать пышный столбик его мы будем вязать вот получается где у нас столбик был куда мы ступали вот не не здесь которая петелька пропущена а вот куда была ступлена столбиком и делаем накид вытягиваем петлю 2 накид снова вытягиваем третий накид и вытягиваем сейчас провязываем все петли на крючке и закрепляем отступаем воздушную петельку и вяжем столбик с накидом сейчас пышный столбик воздушная петля у нас осталось а мы вступаем туда куда вступали вот этим же тоже столбиком предыдущим и вяжем пышный столбик накид провязываю проходим вступаем в цепочку на петельку на цепочке наборного ряда трижды вытягиваем петли до одинакового расстояния и закрепляем пышный столбик следующий отступаем воздушную петлю столбик с накидом и сейчас отступив одну петельку вяжем пышный столбик 2 делаем накид вступаем захватываем рабочую нить вытягиваем вновь и так у нас будет получается пышный столбик ну думаю все понятно вот из таких пышных столбиков будет состоять наше вязание наклонных есть у меня мастер-класс от макушки как вязать есть мастер-класс несколько видов как можно вязать и вот эти вот эта шапочка у нас будет наклонным вязанием пышными столбиками но я свяжу круг до конца и там мы с вами встретимся я дошла уже довязала до того места где нужно замкнуть первый наш связанный ряд в круг и вяжем вот отступаем получается 2 воздушную нет вернее одну воздушную петлю после вот этого столбика и вступаем вяжем столбик с накидом сейчас отступаем одну петельку на цепочке и там где у нас задний столбик ну вот этот вот предыдущий столбик мы ступаем сюда вяжем пышный столбик получается с тремя накидами вот и нам нужно ступить верхнюю петлю вот этой так получается вот этого столбика вот видите вот у нас где столбик начало ряда вот мы сюда ступаем и замыкаем в круг наше вязание вот таким образом фактически можно сказать что незаметно следующее мы три в две воздушные петли можно вообще-то по правилам 3 воздушные петли вязать я вяжу 2 давайте три вот три петли подъема подтянуть их чтобы оно было потуже сейчас смотрите делаем накид и ступаем вот в этот пышный столбик вот в основании этого пышного столбика то есть мы его захватываем вот так вот на его захватили и провязываем 1 1 2 3 провязываем и закрепляем все петли на крючке и так у нас получился вот переход на следующий ряд теперь делаем накид вяжем столбик с накидом вот в эту часть это начало столбика нашего предыдущего ряда то есть столбик с накидом мы вяжем и у нас получается столбики будут идти вот так а пышные столбики наоборот сейчас все-таки мне вот так вот больше нравится сбоку уловить петельки пышные и вот таким образом стараемся их вязать одинаковые по длине чтобы наш столбик был ровный я продолжаю вязать таким образом встретимся уже когда будет связано вот это вот основная часть шапочки вот на таком уровне шапочка по высоте и сейчас нужно будет делать убавки приступаем к убавкам я провязала еще один ряд серым и сейчас мое вязание переходит на серый цвет сейчас по шапочка будет продолжена вязать вязаться серым цветом 2 обычных столбика пышных конечно же в нашем случае два пышных столбика чтобы не так резко завершилась как у меня вот здесь у нас будет одна убавка потом два пышных столбика обычно связано или 3 свяжем давайте 3 свяжем 3 просто пышных столбиком без убавок так столбик с накидом сейчас мы получается снова сокращаем наше вязание делаем у бабочку вяжем два столбика с накидом с общей вершиной у нас вот было вот здесь у бабочка 3 пышных столбиком мы провязали без убавок и сейчас у нас вновь убавка я сбоку вот так вот вылавливаю где вот видно сразу становится вот это вот отверстие в которое нам нужно ступать вступаем и вытягиваем просто нить сейчас вяжем 3 пышных столбика как обычно вяжем до конца ряда 3 пышных столбика вяжем хотя вы можете высчитать как сколько у вас петель идет ну вернее петель пышных столбиков идет по кругу и высчитать на каком на определенном расстоянии вам делать убавку вы первыми балочками завершая в круг и сейчас переходим вяжем просто без убавок ряд это мы будем вязать для того чтобы нам выровнять вот эти вот места сейчас покажу места где мы убавляли в предыдущем ряду если мы будем часто и убавки в каждом ряду делает то у нас будет не так красиво поэтому один ряд мы провязываем с у бабочками следующий ряд вот получается вот у нас вот в этом месте была у бабочка чтобы нам сделать не такую ее заметную мы провязываем просто ряд без убавок следующий ряд сейчас мы будем делать вновь убавки делаем 3 воздушные петли которые у нас заменяет столбик с накидом наш и вяжем продолжаем пышные столбики два пышных столбика и убавка два пышных столбика выскальзывает крючок и убавка меняя крючок потому что устает палец очень сильно здесь натирает палец я вижу плотно вижу туго поэтому тем крючком если вязать одним ну это не одинаковые в общем-то размер сейчас у нас идет у бабочка затяну видео надолго вот так это мы уже знаем как взять и давайте завершим этот ряд самостоятельно провязан еще один ряд с убавками и сейчас он у нас получается если предыдущий ряд с убавками был так вот мы 44 вязали потом вот она у бабочка ну как бы через три здесь у нас через две то есть вот мы видим три пышных столбика вот здесь вот у бабочку видно вот пышные столбики 3 и 5 палочка то есть вот видно если присматриваться то конечно это все таки можно заметить следующий ряд мы провязываем без убавок я перехожу сейчас на следующий ряд у нас получается 1 2 4 5 ряд без убавок переходим на следующий ряд и сейчас убавки мы будем делать через одну пышную через один пышный столбик вот вяжем петли подъема 2 петли вяжем делаем накид и мы начинаем сразу же сокращение столбик с накидом у нас получается два незаконченных столбика и вот мы общую вершину делаем у них сейчас накид и вяжем пышный столбик как и в предыдущих рядах вот у нас получился переход на следующий ряд он абсолютно незаметен и заодно сделано убавка сейчас вяжем столбик с накидом пышный столбик и убавка то есть вот у нас получается у нас будет рядом два пышных столбика и одна здесь уже у бабочка один просто пышный столбик и следующие опять же у палочка будет сейчас я объясню и мы встретимся с вами уже на завершении получается сейчас мы также будем провязывать ряды еще ряд без убавок следующий ряд также через одну одну провязать один пышный столбик и еще одна убавка и вслед и потом мы встретимся с вами думаю так то есть сейчас провязываем ряд без убавок и еще один ряд с убавкой вот точно такой же через один пышный столбик так выглядит моя еще немного не завершенная шапочка и сейчас получается я свяжу все то есть и каждый и сейчас получается мы каждый каждый столбик здесь у нам две петли нужно подъема две петельки связать они заменяют нам незавершенный столбик с накидом сейчас вот здесь ловим вяжем получается два незаконченных столбика и вот они у нас с общей вершиной теперь пышный столбик следующий опять также столбик второй их вместе и провязываем пышный столбик и замыкаем вязание наши в круг ну и здесь аккуратненько иголочкой вот у нас что получилось здесь совсем чуть-чуть обстригаем нить сейчас смотрите чтобы у нас вот этот вот вообще завершение наши аккуратно смотрелось я подцепляю вот не там где-то вот за вот эти а я прямо вот за эти начала наших пышных столбиков вот таким образом и у нас получается наша макушечка очень-очень аккуратненько и теперь вот видите такая шапочка получилось за счет чего получается более длительное вязание потому что пышные столбики это вот обкручивание нити в несколько раз в несколько накидов оно конечно же получается по времени более длительные мастер-классы такие поэтому спасибо всем кто посмотрел видео до конца я очень благодарна если вы будете в комментариях писать делиться своими какими-то фотографиями или своим опытом ну задавайте вопросы если что-то интересует обязательно буду отвечать я всегда 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 всем отвечаю если кому-то что-то интересно по вязанию той либо иной работы но вам желаю всем ровных петелек до новой встречи спасибо всем за внимание